Теория возмущений начинали, это все с простейших моделей, да? С моделей, где были скалярные частицы, собственно, действия, которые были так. На одной точке имеется пара заряженных и одна незаряженная частица. А потом, разобравшись все это, последовательно переходили к случаю более сложных. Когда заряженные частицы заменялись на спинорные заряженные частицы, а скалярная частица заменялась на фотоны. То есть, когда уже переходили к электродинамике. Сегодня мы разберем второй порядок. И второй порядок. Теория возмущений. Начнем мы его опять-таки с этого же возмущения. Проблема в том, что, хотя непосредственно таких взаимодействий стандартной модели нету, но зато на этой модели очень хорошо отработает основные идеи. И стратегия у нас будет та же самая, что в предыдущем случае. Второй порядок. Мы подробно разберем вот в этой модели. А когда перейдем к электродинамике, там уже возникнут, уже только, так сказать, тактические уловки, связанные с учетом спинов частиц. А идеи уже окажутся проработанными. Это, главное, большая тема. И в этом смысле даже немножко хорошо, что у нас сегодня 4 часа. Потому что мы всю эту тему смогли обозреть за один присест. Но поскольку эта тема большая, я хотел указать, что здесь будет несколько подразделов. Помимо видения небольшого, мы рассмотрим еще определение. Новое, простые, кинематические, удобные для разговоров, для процесса рассеянного. Здесь у нас возникнут понятные кинема в Алибангистан. Потом мы будем рассматривать рассеяние заявленных частей с друг на друге. И тут, естественным образом, идем к проблеме пропаганды столярной частицы. После чего рассмотрим остальные процессы, которые возможны в рамках второго порядка в этой науке. Ну вот, для начала такое небольшое введение. Оператором развития у нас известен, это есть Т-экспонент. Это показатель, в котором стоит взаимодействие. Ну и мы даже знаем, каким образом нужно учитывать это самое Т-произведение. Нужно раскладывать эту экспоненту в ряд. Многократные интегралы могут идти по разным переменам. ДХ1, ДХ2, ДХН в этом порядке. И эти перемены можно будет упорядочивать по времени. Частость всего того в порядке. В втором порядке у нас возникнет возложение экспонента, такая же уголь. Так, у нас будет два интеграла, скажем, В от Х, ну, В от Х' до 4 Х, до 4 Х'. Вот такого сорта. А, я еще забыл, что в преображении экспонента возникает в общем уровне, давайте его все-таки не забудем, минус И, в карате, делаем, наверное, на 2 Х'. Вот. Какие процессы могут описываться таким оператором? Вот когда мы говорили про первый порядок, там возникал вот этот оператор, который соответствовал тому, кому мы это дело изображали в виде некоторых диаграммах, да? В принципе, все сведения о самом взаимодействии заложены, конечно, в этом операторе явно вид, которого известен. Но очень удобно пользоваться наглядным изображением. Скажем, вот эту штуку можно предпочитать, как у нас этот оператор соответствует возможности рождения эти частицы или уничтожения частицы. Оператор роминово-запературный соответствует рождению частицы или уничтожению античастицы. И, наконец, оператор столярной частицы соответствует рождению или уничтожению частицы, античастиц, тут у нас нет. Поэтому фибральный нам можно будет описать вот таким вот образом, где-то линия соответствовала, например, уничтожению частицы, а это рождению частицы. Пустим линию в обратном направлении, получим то же самое для античастицы. Скалярная вещь изображена с нами на интервьюстой линии, причем если мы ее направим сюда, то это будет соответствовать рождению частицы, в обратном направлении уничтожение той же самой частицы. Что с этой точки зрения соответствует вот этому оператору? Я буду много разных диаграмм рисовать, и мы должны привыкнуть к тому, что есть вещи изображаемые и в координатном представлении, так как вот здесь, например. Но гораздо более важным для нас окажется импульсное представление, в котором и разработаны уже известные нам правила Фейнмана. Я еще раз хочу подчеркнуть вот такую, ну как сказать, мысль, которая постоянно будет незримо присутствовать в рассказе. Вообще-то ничего, кроме расчетной схемы, за душой у физиков здесь нет. Однако на базе этой расчетной схемы разводится философия. Она сводится к интерпретации того, что мы получим на качественном языке. И интерпретация графическая. Никакой новой информации при этом мы не получаем, но на самом деле мы получаем, во-первых, удобные образы для запоминания, во-вторых, удобные образы для разговора. Нарисовавши диаграмму Фейна, мы сразу в луне представляем соответствующий матричный элемент теории возмущений. Кроме того, там возникает интерпретация, которая, вообще говоря, не обязательно, но крайне полезная. Она постепенно загружается в подкорку и приводит к тому, что у нас возникает интуиция на следующий этап расчета, который не обязательно доводить до конца. Итак, посмотрим, что нам может представить такой оператор. Здесь имеется пара точек Х, Х' и в каждой точке, в принципе, вот эти самые операторы, которые соответствуют теперь уже более разнообразным возможностям. Дальше, когда мы говорили про эту вершинку, мы дальше рассматривали возможность разнообразных процессов. Ну, например, у нас, если это соотносилось с частицами, под которыми мы понимали, условно говоря, π-ы, а это к нейтральным частицам, для простоты мы их называли π0-ом, причем массы этих частиц никак не были связаны. То есть здесь могли быть процессы, когда π- переходит в π-π0 и наоборот π0 переходит, когда уже π-π+. Вот такого сорта процессы, которые сопровождаются определенными состояниями свободных частиц в начале и в конце. Здесь у нас есть возможность употреблять 6 штук частиц, распределяя их как-то в начале и в конце. Но если мы возьмем кость начальных и конечных состояний из состояний 6 частиц, то почему это сверется? Это сверется практически к набору двух произведений того, что делалось раньше. Ничего интересного не добавим. Если у нас будет 5 частиц, вообще говоря, с разными импульсами, то понятное дело, что когда мы начнем, как раньше делали, погашать соответствующие операторы из операторов возвращения с помощью начальных и конечных состояний, то у нас останется один оператор незадействованный, а его среднее значение даст 0. Так что эта картинка неинтересная. Следующая – это ситуация, когда имеются 4 частицы. Ну и что тогда возможно в этом случае, когда имеются 4 частицы? Тогда у нас возможна картинка такого софта, когда какие-то 2 частицы входят, какие-то 2 частицы выходят, и что-то здесь разрывается, что определяется вот этим самым операторам. Два начальных состояний, два конечных и какое-то развитие. Ну и такие же процессы здесь возможны. Учитывая, что у нас здесь фигурируют 2 заряженные на неправильные частицы, а потом появляется в процессе такого софта. Просто рассеяние частицы на частицы. Да. Рассеяние частицы на античастицы. Рассеяние античастицы. Да. Да. Ну и конечно процесс участия пенулей. Ну и процесс участия пенулей. тратя baptizing. Разрывается целенаправленность. Вот. Открыть у нас что-то это не будет. Та. Это просто степень. Служащие качественные. Добавление красоты, которые... Немного. Как разрывается цветами, но и все это где-то. Вместе с тобой, что разрывается к примеру, если Asked, в случае, когда в начале и в конце имеются четыре частицы. Ну вот, все это процессы растения. В принципе, вы, конечно, могли бы рассматривать и более хитрые процессы, когда одна частица распадается на некоторое количество других, но в этом случае у нас нет такого позволения законов сохранения. Рассмотрим поэтому все эти процессы, это процессы 2 в 2. Рассеяния в чистом виде. А для таких процессов, опять-таки, можно было ничего не задумываясь, брать и рассчитывать, но поскольку это действительно один из основных процессов, в том числе и здесь, на встречных пучках, то для них был придуман специально очень удобный кинематический язык. Его представляют так называемые переменные Матринстана. вот давайте о них немножечко подробнее поговорим. Речь идет о реакции. Частица номер один сталкивается с какой-то частицей номер два из этого любого набора, и превращаются в ней частицы три и четыре. Вообще говоря, все углы разные. Картинка, которая при этом у нас возникает, выглядит следующим образом. Значит, здесь есть частица один, частица два, в целом, где на центре превращается два частица три и частица четыре. Ну и соответственно тому, будем говорить, что здесь имеется у первой частицы M'1, Q'2, 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 Q'3, Q'4. Конечно, есть закон сохранения, где сумма четырех импульсов начальных равно сумме четырех импульсов конечных. Конечно, имеется утверждение о том, что все эти частицы находятся на массовой явности. То есть квадрат четырех импульсов равен их массе. Ну и с этой точки зрения, вообще говоря, из этих вот четырех векторов можно составить, вообще говоря, там 16 взаимных произведений, да? По инопежи. Но независимыми их оказывается всего только два. Вместо вариантов типа скалярных произведений предпочитают пользоваться такими вариантами, суммами. M'1 плюс P'2 в квадрате. Ясно, что это величина инвариантная, да? Вверх это называемый пугой S. И тогда понятно, что это будет 2 поля 1 на P'2 плюс M'2 в квадрате плюс M'2 в квадрате. Да. Ну, конечно, с той же самой степенью достоверности, используя закон сохранения, мы могли бы переписать это в три строительных помещениях. помимо этой переменной, да? По слову, в минус большого квадрата есть переменная S, связанная с этими двумя инферсами. Возьмите переменная T, которая есть P'1 минус P'3 в квадрате. Она есть минус 2, P'2, P'1, P'3 плюс M'1 в квадрате плюс P'3 в квадрате. Ну и снова можно применять закон сохранения и переписать это через P'2 и P'4. И на главу условия говорят, что переменная T соответствует этому направлению, в котором один импульс входит, другой выходит, поэтому есть разные знаки. И на главе условия есть переменная T, которая вводится по правилу T'1 минус P'4 в квадрате. Она будет минус N'1 на P'4 плюс P'1 в квадрате плюс M'2 в квадрате. Ну вот, на самом деле, легко догадаться, что эти перемены не являются независимыми. Почему? Если мы возьмем лекционную, то у нас получится, во-первых, складаемое, связанное с масками, и во-вторых, вот отсюда у нас есть такое произведение P'1 на P'2 минус P'3 минус P'4. Но P'2 минус P'3 минус P'4 – это не что иное, как минус P'1. А значит, все это вместе взятое есть не что иное, как минус 2, как один квадрате. И в итоге получается, что вся эта сумма равняется просто сумме квадратов всех нас. То есть, это действительно переменные связанные. Ну и вопрос, для чего же тогда их вводят, если они связанные? Зато не впадают некоторые симметрии. Какой смысл этих переменных? Давайте еще попробуем разгадать его, да? Это удобно сделать, если перейти в систему центра инерции. В системе центра инерции мы будем иметь картинку, при которой импульсы первой частицы равен импульсу второй частицы со знаком минус, соответственно, импульс третьей частицы равен импульсу четвертой частицы со знаком минус. Ну а если начать расписывать эту переменную, то в этой системе она во что превратится? Полный импульс P1 плюс P2 будет иметь четыре импульса, только нулевую компонентную. А пространственная компонента окажется отсутствующей. Поэтому ответ будет выглядеть так. Ну и, конечно, то же самое можно сказать и про конечные частицы. Так что эта переменная это просто квадрат энергии в системе центра масс. Квадрат полной энергии. А что из себя представляет переменная T в этой системе? В этом все это будет! Вот так! Вот так! Если бы нашел раскрывать эту штуку, у нас будет минус два эпсалона один на эпсалон три плюс два эллины на три. ну и плюс эти массы самые а переменная u все то же самое, только индекс 3 заменится на индекс 4 видно, что они зависят от энергии соответствующих частиц и еще от этих величин эти величины, в свою очередь, определяются номерами, индексом, которые зависят от энергии и на косинус угла растения в данном случае угла растения это будет угол между первой и третьей частицей вот эта величина а это все будет равняться просто от того, что p4 равняется минус p3 это будет равняться минус p1, p4 так что получается, что можно говорить либо о трех инвариантах с такой связью либо о переменах, которые связаны с энергией взаимодействия и с одним углом растения потому что и это, и эта переменная выражается через один и один и тот же угол ну вот, это тривиальные вещи, но они очень полезны в дальнейшем для разговора так кроме этой реакции, мы можем начать рассматривать реакции, в которой, скажем, частицы 2 и 3 поменялись местами как при этом все будет выглядеть как при этом все будет выглядеть давайте посмотрим это будет реакция 1 1 и 4 у нас остаются частицы а третья частица перейдет в начальное состояние значит она станет античастицей а вторая частица придет в конечное состояние она тоже станет античастицей если я здесь по-прежнему буду использовать эти обозначения если я здесь по-прежнему то кто-то должен писать П для частицы для античастицы 2 а здесь П для античастицы 3 для античастицы потому что у нас развитие и 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 то есть в принципе получается, что у нас будут те же самые переменные, только в другой области их изменения ну например, если бы это были все одинаковые частицы, то легко сообразить, что в этом случае S конечно судит по этому ответу величина положительная в какой бы системе мы не рассчитали, поскольку это вариант, эта штука останется положительной величины что касается переменной T и U, то легко показать, что для одинаковых частиц это будет величина отрицательная, и T и U и снова это будет в любой системе отсчета а здесь будет наоборот, переменная S и U становятся отрицательными, а T положительными так что с этой точки зрения это будет такое некое единое описание двух разных процессов которые используют, в описаниях используют эти переменные в разной области их значений про вот эту реакцию говорят как про S-канал некой обобщенной реакции 2 в 2 а про вот эту реакцию говорят как про T-канал обратите внимание, что эта реакция может быть увидена и на этой диаграмме если наблюдатель станет рассматривать все это отсюда, да? ну и соответственно бывает ум-канал это тот канал, в котором поменялись местами вторая и четвертая частица то есть когда первая частица значит четвертая вот сюда ставим это будет античетвертая частица так третья частица также останется а на месте четвертой будет вторая античастица это будет картинка такого сорта P1 P-античетыре P3 P-античетыре 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 ну и в этом случае в квадрат в квадрат полной энергии сталкивающихся частиц будет положительная ну а соответственно P-античетыре отрицательная вот такая вот технология которая на самом деле как выяснится тоже очень удобная для разговора для того чтобы немножко нагляднее себе представить как все это работает давайте рассмотрим пример реакции пусть S-танал это будет реакция соответствующая эффект ухом да процесс этот был открыт еще в начале двадцатого века в двадцать третьем двадцать четвертом года когда рентгеновские лучи рассеивали на атомах да не смотрели куда летят рассеянные рентгеновские лучи выяснилось что когда они вылетают под некоторым углом в первоначальном направлении у них меняется частота а перетерпетировано это было следующим образом рассеяние в основном происходит на электронах а не на ядрах причем если энергия рентгеновских фотонов достаточно большая то эти электроны можно считать как вообще свободными энергия связи пренебрегать так что до элементарной реакции получатся реакции такого сока потом рассеиваются на электроне и превращаются в конечный фотон и отлетающий электрон картинка выглядит таким образом летит начальный фотон упаковывающийся электрон это до после этого картинка выглядит там электрон отлетает куда-то в сторону и фотон отлетает куда-то в сторону законы сохранения требуют чтобы суммарная энергия этого состояния равнялась энергии начального состояния суммарный импульс начального состояния равнялся суммарному импульсу конечному это означает между прочим что вот эти поперечные импульсы должны быть одинаковые противоположные так это означает в частности что если это была энергия начального фотона а это энергия конечного фотона то что может стать энергией конечного фотона часть энергии начального фотона далась электрону поэтому энергия конечного фотона оказывалась во-первых зависит от угла центра во-вторых непременно меньше чем энергия начального это классический так сказать эффект комбина а вот в современном виде этот эффект выглядит немножко иначе у меня работает установка связанная она называется рок рассеяние обратных комтоновских квантов что в данном случае это называется вот обратной это означает что у вас летит лазерный фотон с энергией примерно 1 электрон вольвы а потом летает электрон тот самый электрон который эксплуатируется в наших ускорителях это может быть электрон ВП4 то есть там будет до 5 ГФ да или электрон ВП2000 это примерно 1 ГФ или электрон из ВП3 там может быть от 1 до 2 ГФ то есть в данном случае если это имеется энергия этого электронного мяча там были отказы нескольких ГФ да то как выглядит картинка такого соотворения на классическом скажем языке это можно было бы себе представить как пинг-понковый шарик сталкивается с грузовиком что при этом происходит с шарика он отскакивает и скорость его будет равняться удвоенной скорости грузовика то есть энергия возрастает а в данном случае происходит все то же самое только из-за громадного несоответствия энергии электрической кинематики все выглядит гораздо хитрее значит электрон передает часть своей энергии фотону и его энергия уменьшается а фотон получает заметную энергию но по-прежнему будет скоротливо если они встречались в лоб то поперечные импульсы фотона электроны должны быть одинаковы напротив положены а вот энергия конечного фотона оказывается примерно в 1 4 гамма в квадрате на метр первоначальная и поскольку гамма в данном случае влечена порядка 10 в 3 10 в 4 то возрастание энергии получается на 5 примерно порядков и одноэлектронный фотон превращается в полугоемный фотон например в тех опытах которые проводились на ВПИ-4М причем что интересно если у вас есть схемная литизация рассеянную электрону на ВПИ-4 она есть вы этот электрон зарегистрируете то вы все будете знать про этот фотон фотон получается влечен про него все известно а значит дальше его можно использовать с пользой для промышленности и сельского хозяйства что и делось а с другой стороны наоборот если у вас есть хороший детектор который плавляет конечные фотоны измеряется с хорошей точностью так то вы тогда на самом деле заметьте и вам известно очень хорошая степень точности начальная энергия фотона это лазерный фотон энергия там известно с точностью я уже не помню чуть не 10 минус 8 относительно да то вы это будете знать энергии начального электрона а конечно можно не заботиться а энергия начального электрона скандала изменяться в высокой степени тучности очень полезно такие установки сейчас работают для непрерывного мониторирования энергии сталкивающихся частиц ну хорошо это вот обычный компонент это у нас С-канал частица 1 частица 2 3 4 как будет выглядеть Т-канал этой реакции да в Т-канале у нас меняется местами третья первая частица и получается такая фантинка фотон превращается в антифотон но сам себе античастица а вот электрон превращается в позитрон и возникает процесс гамма-гамма и плюс и минус непосредственно такой процесс напрямую не наблюдался но наблюдался обратный процесс да где плюс и минус гамма-гамма это есть один из самых первых процессов которые исследуют на любом ускорителе со встречными электронными крючками когда он начинает работать да да а прямой не наблюдался потому что сечение что прямой не наблюдался потому что сечение нет сечение гамма-гамма не плюс не минус ну при относительно высоких террорий прям такое же по сечению не плюс не минус понимаете да то есть оно с этой точки зрения не маленькое но у нас есть хорошие источники электронов позитронов плотные пучки с большим количеством частиц что касается фотонов у нас вообще-то есть плотные пучки фотонов это лазерные но к сожалению их энергия в основном заключена только в видимом диапазоне а для того чтобы шла такая акция какие нужны энергии ну нужно переходить порог рождения пары масса каждой частиц пополмэла значит эти фотоны должны иметь энергию больше чем полумэла пока что таких лазеров их нужно было бы называть газерами наверное да нет ну а есть окольные пути получения таких частиц один из окольных путей заключается в том чтобы вот этот фотон получать из рассеяния электрона а этот фотон получать из рассеяния позитрона и тогда у нас возникает мы забудем откуда это произошло и будем наблюдать этот процесс и такой процесс действительно наблюдался причем впервые здесь еще на вэпи 2 хорошо ну и наконец если вещь пойдет прокутанного то мы меняем местами вторую и четвертую частицу да а тогда четвертый электрон превращается в античастицу позитрона и будет позитрона то есть это рассеяние фотона на позитрона такие процессы тоже наблюдались тоже на следующих путях хорошо вот таким образом мы с вами приготовились только к как это квалифицированному рассмотрению второго порядка давайте это все начнем так рассмотрим процесс когда частица заряженная рассеется на заряженные частицы мы будем оперировать вот этим оператором развития второго порядка не будет соответствовать как раз такие вот элементарные элементарные в координатном представлении кошельки а что касается начального состояния то мы будем рассматривать картинку которые первая частица и минус с импульсом p1 сталкивается со второй частицей с импульсом p2 происходит рассеяние давайте мы будем интересоваться нетривиаленными событиями это значит событиями когда никакая начальная частица не совпадает по импульсу ни с одной из конечных то есть p1 не равняется ни p2 ни p3 ни p4 и то же самое то есть мы будем рассматривать нитривиальный процесс рассеяния как будет выглядеть начальное состояние этого процесса так у нас будет рождение частицы номер 1 и 2 и рождение частицы номер 2 2 вакуума из вот этой буквы а1 я коротко записываю оператор вот такого сока ну а конечное состояние аналогично это это состояние в котором есть частица с импульсом p3 и частица же с импульсом p4 все после этого мы организуем молотичный лимином который возникнет каким образом нужно этот оператор поставить в таких обкладах что при этом получится у нас получится интеграл одну переменную переменную от чего у нас будут произведения операторов фемалы да стоящие между этими обкладками этих операторов четыре штуки и обкладки содержат четыре штуки так что у нас здесь возникнет картинка такого сорта вот это сопряженное состояние будет выглядеть таким образом дальше будет стоять где-то там конечное состояние дальше между ними будет стоять произведение этих величин из него мы выделим слагаемое со множителем минус i в квадрате выделим вот этот множитель g это будет стоять при каждой вершинке так что у нас будет еще такой множитель минус g в квадрате так ну кроме того кроме того еще будет стоять единица на два фактори а мы не забудем между этими обкладками которые относятся к задержанным частицам будут стоять операторы связанные именно с этими частицами да и такие же операторы точки х операторы же связанные с нейтральными частицами вообще так говоря можно с этими коммутировать они совсем другие частицы и поэтому они образуют свое произведение но этих частиц снаружи нету поэтому начальное и конечное состояние по этим частицам чисто вакуумные вот у нас получилось произведение двух со множителей чего я пропустил я пропустил множитель минус g в квадрате так кроме того кроме того нужно помнить что у нас еще это t произведение оно тоже может быть прописано отдельно для заряженных частиц и отдельно для для незаряженных вот структура этого ответа и что у нас после этого получилось окончательно у нас получилось что есть такая штука когда мы операторы поместили в обкладках это все превратилось в некоторую функцию поскольку она зависит от малых операторов его можно было бы назвать большой буквой F от тех же аргументов но ее предпочитают обозначать следующим образом вносим дополнительное i и значит у нас имеется еще если мы пытались это все представлять в виде диаграммы как бы выглядит вот эта картинка у нас есть точка x и точка и штрих да к этой точке x подходят две частицы и к этой точке x' подходят две зарядные частицы а как нужно изображать вот эту картинку у нас имеется точка x и точка штрих эти точки соединяются в линии соответствующей нейтральной частицы вот эти две диаграммы которые здесь есть для отдельных вершин устроены таким образом что заряженные частицы закодированные на внешние концы а нейтральные частицы с того же не появляются они есть так сказать только внутри этого процесса но опять еще раз хочу сказать что эта картиночная часть это только пояснение того что на самом деле четко прописано в виде такого определения хорошо давайте сейчас сделаем перерыв с этими отдельными слагаемыми а когда мы с ними разберемся нам еще предстоит интегрирование разбор разбор достаточно простой по отношению вот к этой умысле потому что то что здесь творится очень сильно напоминает нам то что уже было в первом порядке разбор собственно идет с такой возьмем например вот этот оператор а2 плюс потянем его налево если он сумеет дойти до нулевого состояния то действуя на него он даст 0 по дороге он конечно встретится с а3 и с а4 но с ними он коммутирует под 0 потому что как мы с вами договорились b2 не равняется ни b3 ни b4 значит он по дороге встретит обязательно оператор а с точно таким же импульсом как у b2 где он содержится такой оператор он может содержаться только а операторы поля фи здесь есть всевозможное суммирование значит встретим прочим здесь слагаемое с ринкульсом равным p2 итак что же может произойти может произойти то что называется сверл при встрече с этим оператором у нас произойдет при коммутировании выброс вот вот такого множителя в какой точке точке p2 что будет соответствовать начальной плоской волне с импульсом p2 а в какой то будет точке происходить я задал здесь поставить штрих так что это будет точке штрих то есть тут будет плоская волна с импульсом p2 но вообще-то на самом деле была еще одна возможность а кроме того а2 мог бы пройти через эту штуку через эту штуку и встретиться с фи в точке х учтем что такая дополнительная возможность есть то есть там где х3 заменяется на х замечательно если мы этой возможностью воспользовались то для а1 когда мы его теперь потягиваем налево никакой другой возможности кроме как встретиться с фи в точке х нету и значит в точке х у нас будет плоская волна с импульсом p1 ну конечно этот вариант х х сохраняется х сохраняется хорошо значит эти мы отработали это у нас выпало это у нас выпало это у нас выпало во время этого действия нам ни разу не понадобилось учитывать оператор t теперь прицепимся к оператору a4 если я его дотяну по 0 то он если по дороге не встретит оператор окрест с точно таким импульсом оператор окрест содержится вот здесь вот и прием будет плоская волна отвечающая конечной частице с вот таким соответственно множителем то есть это будет вот такой вот множитель итак у нас значит здесь есть возможность чтобы этот оператор устроить связь с крестом и тогда здесь а так сейчас одну минутку а 3 а 4 и тогда у нас будет а 4 а простите когда я устрою здесь напряжение они поменяются местами а 3 а 4 то на самом деле не в так записать просто для того чтобы меньше было изображение так хорошо значит здесь этот самый демератрий с пуси точке х даст нам конечную полоскую волну с импульсом а вообще он мог бы еще на самом деле связаться с другой есть еще такой вариант дополнительный да в стекле с точки штрих это дополнительный вариант мы должны учесть и тогда у нас будет картинка такая это точка х это точка штрих здесь у нас уже все распределено по 1p2 так а в этом случае а 3 будет в районе линии х3 так два варианта при белом варианте что будет с а4 а4 может связаться только с фи крестом то есть он будет вот такой вариант а при желтом варианте а4 может связаться только фи крест х это да здесь будет прочитывать вот у нас есть такие варианты и еще я не забуду что здесь стоит единица на 2 как тариал мы фактически раскассировали функцию от х осталось ее записать давайте мы ее запишем левом видео равняется и единица на 2 артериал так что из себя представляет вот эта штука это плоская волна соответствующая начальной частице с импульсом по 1 в точке х что такое вот эта штука это плоская волна соответствующая конечной частице с импульсом по 3 другой знак ну конечно в каждой из них есть соответствующая новость ребята так здесь что у нас будет здесь будет тоже две плоские волны входящая с импульсом по 2 входящая с импульсом по 2 входящая с импульсом по 3 плюс желтый вариант где p3 и p4 меняются местами плюс все это вместе взятое заменяется в котором х заменилось на х3 вот весь ответ у нас вот один прохлад зл мы как с ли это можно проводить это самое интегрирование хорошо я теперь избавлюсь от всего лишнего так и у нас окажется что этот матричный элемент есть минус I G в квадагасе интеграл D4 X D4 X X X X X X X X X F может быть писали графическое выражение должен быть нам известно нам осталось разобраться вот с этим объектом объект этот называется пропагатор сколианной частицы в данном случае речь идет о распространении сколианной частицы по этой демократической картинке из точки X' к точку X или наоборот потому что сколианной частицы движение туда и сюда в этом смысле все равно давайте его последовательно рассмотрим у 1 2 2 2 3 3 4 5 Вот тут, прежде чем мы начнем вычислять Можно догадаться до структуры этого ответа В частности, о том, как оно должно быть витекса и штриха Речь идет у нас о полях Скалярной частицы, живущих в пустом пространстве Если у нас это пространство однородно То не может это распространение зависеть от отдельной точки х, отдельной точки штрих Оно может зависеть только от разности Так что мы должны иметь в виду, что это есть функция не отдельной х, а этой разности Но мы, кроме всего прочего, кроме этой догадки, потом все это и проверим Что здесь у нас есть? Давайте сообразим Нам придется вспомнить, кто такой оператор Т Как он определяется? Координата Х Это есть наборы четырех компонентов Д штрих и Р штрих Если Т больше, чем Д штрих То Т произведение требует, чтобы я эти операторы располагал в каком порядке? Справа стоял ранний То есть в этом случае Т штрих Это значит точка И штрих Слева стоял поздний А если все наоборот То есть ты меньше, чем Т штрих Тогда им нужно и эти операторы поставить наоборот Замешательно Когда мы начнем это воплощать в жизнь Нам придется делать следующее Нам придется отдельно взять слагаемое Когда Т больше, чем Т штрих Мы ведем вот эту известную вам функцию Хэйсайда Что при ней будет стоять? При ней будет стоять такая картинка Здесь будет некая сумма Здесь будет некая сумма Да? Одна сумма будет, скажем, стоять пока Вторая сумма Пока штрих И будет содержать Слагаемое 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 Воплощать Ну, хорошо Всё стоять это должно Воплощать Воплощать Ну, ну, ну не Ну, 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 на первом месте стоит Фи от Х на втором месте стоит Фи от Их штрих чтобы Фи действовало на 0 не выдало на 0 нам придется употребить вот этот а чтобы Фи в точке Их штрих расположенное правее в этом случае действовало на 0 нам придется употребить С крест и того у нас получится такое складаемое С от К на доложенное на Е в степени минус И как Х на поле 2 Фс на С крест точника штрих доложен на экспоненту а все крест как на экспоненту с 1 на 1 плюс и все со штрихами вот вот такая вот картинка ну во-первых мы знаем этот ответ его легко получить чего он равен а во-вторых на что я хотел бы обратить внимание а как бы мы этот ответ представили графически да вот у нас есть точка Х а вот у нас есть точка сейчас туда нужно ничем время вот есть точка Х вот есть точка Х точка Х немножко раньше располагается чем точка Х что у нас здесь происходит вот этот оператор соответствует тому что в точке Х родилась нейтральная частица а этот оператор соответствует тому что в точке Х она исчезла так что этот услов соответствует распространению частицы из точки Х точку Х в условиях когда все происходит правильно да не знаю сначала частица рождается а потом уничтожается так хорошо чего же все это равняется мы знаем правило коммутирования ЦК на ЦК и равняется ЦК на ЦК и в т.к. на ЦК дель 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 Ну, если это так, то это означает, что у нас из всей суммы останется только одно слагаемое, там, где К равняется К штриху, да? Совершенно аналогичным образом, раскургая, я должен буду добавить другое слагаемое, которое будет соответствовать вот такому порядку действия. И, значит, там будет стоять СК штрих на С2 крест и на экспоненту, который будет выглядеть как Е в стихии минус ИК штрих. В точке, значит, у нас теперь такая картинка располагаться, что у нас раньше будет ИКС, позже будет ИК штрих. В точке ИКС рождается вот эта наша частица, сверху из ИК штрих, а потом она повращается в точке ИК штрих. Ну, и опять, да, конечно, я прошу прощения, здесь будет ходить сумма по К штрих. Опять это нас даст, опять К штрих, опять К штрих станет РАУННК, и из всей суммы останется только сумма по К. Вот что у нас получилось. В итоге мы можем отметить следующее. Что же у нас возникло? У нас возникло сумма однократная, включающая в себя вот этот множекик. И две экспоненты. Одна из этих экспонентов есть минус ИК на пикс минус ИК. Так, на пикс минус ИК на пикс минус ИК на пикс минус ИК. Я вот это переписал. Вторая экспонента, наоборотная, да? Сейчас, вот эту минутку. Сейчас, вот эту минутку. Вот так. Вот такая экспонентка. Это сета от ТШ3 минус ИК. А, нет, ну, оказалось, сейчас что-то тут носят. Неправильная, неправильная, неправильная. Здесь у нас было что? На первом месте стояла функция в точке ИК штрих. Поэтому здесь должна была войти К штрих, ИК штрих. Все-таки вот так вот, да? По сравнению с ТЭТи, когда у нас К стали равными К штрих, здесь возник другой знак. Е в степени плюс ИК на х минус ИК штрих. Ну вот как мы догадывались, на самом деле ответ действительно зависит не по отдельности от Х и ИК штрих, а только от их разности. Ну вот с тем, что получилось, мы теперь должны будем разбираться. Разбирательство, это немножко непросто. Разбирательство, это немножко непросто. Поэтому давайте мы поступим вот таким образом. Вот это вот экспонент, да? Включает в себя мин АА. Непростое оно нам, чтобы его упростить, можно эту разницу, скажем, обозвать одной буквой, а потом, когда надо будет, мы ее сюда поставим в виде разности. Так будет немножко легче жить. Итак, пусть этот аргумент будет просто одна буква Х. Очень хорошо. Тогда вот эта экспонентка представляет из себя ИК с 0 на Т плюс ИК на Н. А эту экспонентку представляет из себя ИК с 0 на Т. Так, только здесь одну минуточку, чтобы быть. Тогда здесь нужно было Т штрих истребить. То есть здесь останется минус Т, да? Так вот. Е в степени ИК с 0 на Т минус ИК на Н. Вот теперь уже все хорошо и правильно. Так. Попробуем сделать этот результат компактнее. Сделать это можно вот таким вот. Вот здесь и здесь слагаемые КР имеют разные знаки. А между тем интегрирование ПК происходит по всем безусключениям властям, включающие положительное и отрицательное значение. И здесь на самом деле интегрирование ПК происходит по всем положительным и отрицательным значениям. Что это означает? На самом деле это означает, что я могу в трон слагаемом вместо того, чтобы интегрировать по К, интегрировать по минус К. Кстати сказать, а кто такой стоящая здесь величина Каснориком? Каснориком это не что иное, как Эпсилон К. Но Эпсилон К зависит от модуля К. А Эпсилон К зависит от модуля К. А М это масса нашей частицы. Нейтральные данные значения. Так вот. На этих слагаемых изменение знака К не скажется, а здесь все это изменит знак. Если мы до этого договорились, поскольку этот суммировать по К или по минус К, раз мы пробегаем все власти толпы тоже, то я спокойно могу сделать следующую вещь. В общем, мы можем сделать и заменить здесь на А+. Так. Что у меня после этого останется? Сумму К выскочить в общей множестве. Э в степени Е в степени минус Ки Эпсилл К на Т на Т на Т от Т и плюс Е в степени Эпсилл К от Т на Т. ну и, конечно, вот этот общий множитель уже стало немножко проще теперь то, что осталось, вот этот весь множитель я тоже могу записать очень просто я могу записать E в степени минус 3 и E в степени минус 3 тогда будет и это справедливо, и это справедливо, да? да? а я про профил, откуда у нас здесь плюс появился? откуда у нас здесь плюс появился плюс 3 вот у нас входила сумма по k от чего? от E в степени и вершином k на t вы имеете в виду вот это плюс, да? да а на самом деле здесь стоял минус и на k на r так, да? ну-ка у нас же k на минус k значит, я хочу сказать, что вместо переменной k введем переменную минус k' тогда что у нас изменится? у нас суммирование пойдет по k' здесь будет минус k, но это не изменится а здесь изменится и станет вот такое но буква k' но буква k' от буквы k в первом слагаемом ничем не отличается с этой точки зрения поэтому я ее снова перезаменю на букву k и все так общий ток, который у нас получился в следующем это есть 1 на v сумм по k 2 ε и в какой степени минус i и в в в в в и в в в в вообще вот ответ, которым уже можно пользоваться в в что здесь сказать для упрощения жизни ничего дополнительного сделать это надо заменить суммирование на интегрирование как это делается вот у нас идет суммирование по компонентам века рака то есть что такое отдельные компоненты века рака они соответствуют отдельным плоским волнам значит отдельным состоянием если бы мы захотели интегрировать по состоянию тогда мы должны выбрать интеграл от некоторых элементов фазового пространства если мы этот элемент разделим на 2πh в кубе это объем элементарной ячейки то мы получим число состояний вот в этом элементе фазового пространства правильно? здесь суммирование шло по состояниям здесь интегрирование идет по тем же состояниям поэтому единица на сумму займется на интеграл от d3k на 2πh в кубе можно было бы успокоиться и дальше с этим жить потому что несмотря на это какое-то немножко диковатое и не релятивистски-ковариантное выражение мы тем не менее знаем что когда мы выполним интегрирование мы получим ответ релятивистски-ковариантным потому что исходили из релятивистски-ковариантности вот у нас будет соответствующая φ и так далее причем поскольку ответ был релятивистски-ковариантный то мы заранее будем знать от чего может зависеть эта функция только от х квадрата правильно? и в конце концов мы это и получим но сейчас я просто хочу сказать что глядя на это выражение сразу этого не увидишь в этом выражении есть большая приятность связанная вот с чем ведь на самом деле вы помните что когда мы расписали вот эту штуку там была сумма по состояниям и что это были за состояния? это были нормальные, правильные, хорошие, физические состояния в основном импульсом К это было состояние вот такой вот нормальной энергии но если я имею 4 глядя Тарка с вот такой вот нормальной с такими нормальными составляющими то я знаю что га квадрат у меня будет равняться га квадрат это хорошо уже потому что это привычно вот как говорил лягушка Юрий Борисович здесь начинает лягушка прыгать в воду сейчас мы попробуем от этого привычного и стандартного образа избавиться и ведем понятие виртуальных частиц еще раз повторяю можно было бы этого ничего и не делать в конце концов этот интеграл я могу вычислить и получить ответ ответ будет правда довольно гнусный я его потом в конце концов приведу ответ этот будет функции от х квадрата и будет включать в себя дельта функции, дета функции там функции Бесселя, функции Неймана, функции Ханкеля и так далее а между тем когда мы выполним интегрирование все, которые здесь встречаются интегрирование по Д3К интегрирование по Х и по Х' мы в итоге получим очень простые выражения но этого не увидеть если стартовать от явной формы этого интеграла удобно на самом деле будет взять фуриумовность от этого произведения но для того, чтобы это сделать вообще-то хорошо было бы представить этот интеграл в виде явно кавариантном виде но чтобы это сделать нам придется преодолеть стереотип поэтому стереотипу суммирования или интегрирование шло по состояниям в котором были обычные частицы с такими привычными компонентами нулевая компонента была вот такой квадрат был непременно равен в квадрате сейчас мы попробуем ввести новый сорт частиц, виртуальный в котором ничего этого не будет сделаем это сначала формальным образом а именно вот здесь помимо этого замечательной экспоненты входит в такая достаточно грустная величина εк мол дуль t на 2 εк вот я хочу проклонировать эту величину можно формально представить следующим образом можно представить формальное в виде интеграла да по некоторой переменной ну вот вопрос о том, что это за переменная чтобы нам не страдать да давайте мы ведем какую-то нейтральную переменную например у и утверждение такое что вот эта самая штука если что иное как и на ду на 2п на е в степени минус у на t у здесь будет ходить у квадрат минус εк в квадрате вот такой вот ответ чем он приятен этот ответ он приятен тем, что вместо модуля t кладем в настоящее хорошее t это первое второе раз я допустил настоящее хорошее t то когда я вот сюда подставлю этот ответ конечно возникнет дополнительное интегрирование но зато то что получится в экспоненте будет напоминать обычный 4 импульс вот сейчас к этому экспоненту я не могу интерпретировать как произведение некоторого 4 импульса на координаты на 4 радиуса а так мы сможем это сделать только вот еще есть незадача на которую можно возникнуть внимание когда я буду интегрировать по этому самому дну я могу наткнуться на этот поис и нужно указать как мы с ним будем прощаться пристрекция идущая перед наслодится к тому что мы здесь добавим малую внимую величину которую я буду обозвать буквой и умноженной на ноль в данном случае ноль это бесконечно малая величина и вот вот эту вещь мы уже вполне мы можем проверить, так это или не так пока разорвем эту связь и будем реализоваться вот таким вот экраном этот экран будем врать по-разному, в зависимости от значения t если я нарисую комплексную плоскость здесь у нас будет реальная у здесь будет мимая часть от у то видно, что подинтегральное выражение имеет полюс в двух точках так где вот эта величина вся равняется 0 а будет это в точках у 1,2, которые будут равняться плюс или минус корнем квадратном из этого выражения yk в квадрате минус и с 0 а это выражение равняется плюс или минус корень из yk просто из yk в квадрате и минус или плюс и объять эти с 0 так есть две точки одна точка у1 это ε k положительная а мнимая часть отрицательная вторая точка ε отрицательная а мнимая часть положительная с 0 0 1 1 1 2 мы сколкуем Вот нам нужно сосчитать это как интегратор. Чему он равен, скажем, если t больше нуля? Если t больше нуля, интегрировать мы должны от минус до плюс бесконечности по u, то видно следующее. Вот это вот экспонент. Если u имеет мнимую часть, я назову не знаю как там, x плюс y, а если y будет положительным, то здесь возникнет произведение минус i на i со знаком плюс, и вся эта штука окажется при положительном d жутко быстро растущая с ростом y. Напротив, если y окажется отрицательным, то все будет хорошо. Таким образом, видно, что при положительном d нужно, чтобы u имело отрицательную мнимую часть, иначе мы сможем этот контур замкнуть вот таким вот образом. На этом контуре наша подинтегральная функция жутко маленькая. Когда границы контура, то есть вот этот вот радиус, мы начнем расширять, вклад этого контура исчезнет. Но с другой стороны, интеграл по вот этому контуру сводится к чему? К тому, что нам надо, плюс ноль. Все хорошо. С третьей стороны, интеграл по этому контуру равняется чему, потерянным мышцам. Он равняется, поскольку мы идем неправильным образом, то это будет, сейчас, мы идем по часовой сперте или против часовых сперте, поэтому будет минус 2 ноль. Так. На что? На подинтегральное выражение, которое содержит единицу на 2π, которое содержит экспоненту точки u1 на t, да, потому что мы будем захватывать как раз у 1, и вычет в этой точке. Это удвоенное, это производное от u точки u1. Так, да? Хорошо. Что же мы в этой точке получили? Так. Так. Ага. Я еще вот эту пи забыл. Так. 2π и 2π сократится. Минус i на i до 100 единицы. У нас получится экспонент от точки минус i, а u1, это у нас просто εc, εk на t. Внизу стоит тоже 2π. То есть, салунка. То есть, все как надо. Действительно, вот это выражение, при t положительном, совпадает с этим интегралом. А что изменится в этом растуждении, если вверх будет отрицательное? Давайте продевастировать. Если это не меньше нуля, то тогда контур нам придется замокать в верхней полу плоскости. И произойдут такие изменения. Мы будем интегрировать против часовой стрелки. Поэтому здесь будет плюс. Полюс здесь будет в точке 2. И что это нам даст? Это нам даст минус i на минус ε. То есть, как раз вот эта вот величина. А в числителе будет стоять u2, которая есть минус ε. Здесь появится лишний знак минус. Но произведение i на i с этим знаком минус тоже скомпенсируется. А здесь, как я уже сказал, что нам будет стоять u2. То есть, будет стоять вот такая величина столовичек. Плюс и ε. Так. Ага. Это я вот здесь. Здесь будет и квадратик. Они комментируются. Так что все будет так, как надо передать и отрицательным. Ура! Итак. Мы это проверили. И теперь можем этим воспользоваться. Итак. Вот этот наш честный, хорошо понятный интеграл. Превратится в другой интеграл. Вот такой, да? Где здесь будет стоять теперь уже? Е в степени минус И, пункт Р, минус Кл, деленное на у в квадрате, минус ε в квадрате, минус и с мовиком. И так все. Все, вроде бы так Теперь давайте осознаем, что мы получили Такое вот выражение Испомним, кто такой Абсаланка Это вот такая величина То есть, это будет минус Кау в квадрате минус М в квадрате плюс 0 Итак, это чистая математика На этом можно было бы остановиться Но теперь попробуем на эту математику сделать интерпретацию И смотрите У нас происходит интегрирование по четырем компонентам А здесь стоит величина которая соответствует произведению Такого четырех вектора Значит, четырех вектор t на пятом А что стоит в номинаре? Что вот это такое? Это квадрат t на четырех вектор Что нам остается делать? Нам остается переменную U объявить нулевой компонентой нового четырех вектора К сожалению, других обозначений Кроме того, у нас нету Да? Поэтому Я еще могу обозвать это все Вместо U Упределять другую переменную Кос ноликам Никто не запретил Но тогда уже возникает красота Это все будет интеграл Подтойчук лирика Который выглядит явно или искусловарялателем Правильно? Вот Ну, с другой стороны, эта простота почти хуже воровства, да? Почему? Потому что зато мы теперь должны будем изменять свое мировоззрение И говорить, что то суммирование по промежуточным состояниям Скоролявые нейтральные частицы И соответствуют таким состояниям, у которых х квадрат совсем не равен в квадрате, вообще говоря А в основном совсем не равно энергии обычная часть риска Здесь космолика может быть и положительная, а прицептельная, да? Вот к этому придется нам привыкать Такого сорта частицы, у которых квадрат приписываемого 4-х импульса не равен квадрату массы Они говорят, как в виртуальных частицах или частицах, находящихся вне массовой поверхности Причем по соотношению неупределенности выполнено и следующее Поскольку вот эта штука не равняется нулю, то отличие на самом деле виртуальности Чем меньше виртуальности, тем ближе частица к реальной Чем больше виртуальности, тем эта частица дальше, что обычно реальная А в соотношении неопределенности? Что? В соотношении неопределенности В соотношении неопределенности тоже тогда нужно вкручить в игру и говорить, что эта частица живет в леком порядка единиц Мы корень из виртуальности Причем ведь виртуальность может быть и положительный отрицательный, да? И пролетает расстояние порядка этой же самой корней из виртуальности В нашем случае вы помните, это есть состояние частицы, которая верлась в одной точке, а исчезла в другой точке Производила она это за некое конечное время, да? И поэтому с ней связано и, соответственно, конечное расстояние, которое нам пролетало Ну хорошо, мы уже немножко переработали, давайте сделаем перерыв